В эфире новости в студии телерадиокомпании Муравленко ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Молодежь Муравленко изучила инновационные подходы в социальном ориентировании. В городе прошел специальный семинар-практикум в рамках программы «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками». За труд, благодарность и почетные грамоты 360 работников корпорации «Ямал Коммунэнерго» представлены к наградам различного уровня. Работники Муравленковского филиала в их числе. Научный труд на увеличение показателей эффективности производства. Молодые специалисты «Газпромнефть» Муравленко отстаивали свои идеи перед экспертным сообществом. В научно-технической конференции участвовали 56 человек. Акцент на воспитание подрастающего поколения. В окружной столице обсудили вопросы профилактики правонарушений. Под председательством заместителя губернатора «Ямала» Алексея Булаева в режиме видеоконференции состоялось заседание окружной комиссии по профилактике правонарушений. В 2013 году в регионе зарегистрировано пять преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, совершенных несовершеннолетними в составе групп. Из них одно хулиганство и четыре в сфере незаконного оборота наркотиков. Не зафиксировано преступление с участием несовершеннолетних, совершенных по мотивам расы и национально-религиозной идеологической вражды, ненависти или мести, либо в отношении какой-либо социальной группы. Молодежных объединений, экстремистской направленности и их проявлений не выявлено. Как подчеркнул Алексей Булаев, властям на местах необходимо держать под контролем данную ситуацию и проводить активную работу с молодежью по формированию толерантного поведения, привлекать к воспитательной работе общественность, сказал заместитель главы региона. Добавлю, что правоохранительными органами Ямала запланирован ряд оперативных мероприятий, направленных на предупреждение групповых преступлений, в том числе экстремистского характера. Молодежь Муравленко изучила инновационные подходы в социальном проектировании. В городе состоялся специальный семинар-практикум. Его провел председатель правления авторского агентства «Новые социальные и педагогические технологии» Дмитрий Сергеев. Все подробности у моей коллеги Анастасии Поповой. Проект состоит из трех вещей. Три слова, на которых базируется любой проект. Это цель конечная, понятная, измеряемая, достижимая, локальная. Это идея технологии, алгоритм, с помощью которой мы это можем сделать. И некие ресурсы. Это люди, это время, это деньги. Он руководитель более 310 проектов различной направленности. В этот раз преподаватель Зобнинска Дмитрий Сергеев передавал свои знания и делился опытом с молодежью нашего города. Доступно и ясно объяснил, казалось бы, сложнейшую тему социальная инноватика в организации проектов в социальной сфере. Большинство участников семинара уже не только участвовали в каких-то проектах, но и разрабатывали. 6-7 человек ни разу не участвовали в социальных проектах. А это значит, что людям наделось следующий шаг. Переход от проектного мышления системного мышления. Вот этот шаг мы пытаемся сделать за эти два дня. Слушателями семинара практикума стали более 30 человек. Это представители профессиональной команды города, кандидаты в молодежный совет, а также представители управления культурой и молодежной политики. Не только знания, а и практические навыки получают активная молодежь города. И они на этой площадке учатся думать в системном подходе. Не сейчас здесь и самому любимому, не сейчас здесь и все закончилось. А в системном подходе дети, подростки, молодежь, пенсионеры. В течение двух дней участников учили правильно формулировать проектное задание, обсуждали, какую лучше социальную технологию и алгоритм использовать и как защитить свою интеллектуальную собственность. Семинар в нашем городе проходил в рамках реализации программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». Оксана Храброва приехала в Муравленко несколько лет назад. Девушка говорит, что столько внимания молодежи уделяют не во всех городах, поэтому подобные мероприятия старается не пропускать. Сейчас много молодежи участвует в различных проектах, реализуют их. Для того, чтобы их успешно реализовать, нужно понимать, к чему идти. И именно этот проект, именно этот семинар, он поможет решить многие задачи и ответить на многие вопросы. Подобные семинары-практикумы отмечают участники. Хорошая стартовая площадка. Полученные знания в дальнейшем позволят не откладывать реализацию социальных проектов молодых людей в долгий ящик. Научный труд на увеличение показателей эффективности производства. В «Газпромнефть» Муравленко состоялась научно-практическая конференция молодых специалистов. На предприятии она проходит ежегодно в рамках программы «Три рубежа». С каждым разом количество участников лишь увеличивается, а их научная база становится все сильнее. В этом убедилась Светлана Грачева. В этом году в конференции помимо молодых специалистов, это те, кого на работу пригласило предприятие, участвуют молодые работники. Те, кто в «Газпромнефть» Муравленко устроился самостоятельно. Свои научные разработки представили 56 сотрудников филиала. Доклады заслушивали в двух секциях. Технология добычи и транспортировки в нефти и газа, а также геология, разработка нефтяных и газовых месторождений, поддержка бизнеса. Компания «Газпромнефть» большое внимание уделяет работе с молодыми специалистами. Вернее, даже филиал «Газпромнефть» Муравленко еще большее внимание уделяет этой работе. Поэтому у нас актуальность того, что практически все до единого молодые специалисты принимают участие, в этом есть. Сегодняшнее выступление участников – это первый, можно сказать, отборочный этап конференции. В своих научных разработках авторы представили различные аспекты повышения эффективности процесса добычи углеводородного сырья на месторождениях филиала. Егор Лазовский провел исследование газовой залежи в Ингояхинского месторождения. Он уже во второй раз участвует в конференции молодых специалистов и настроен на победу. Все зависит от проекта и от того, как человек сам подходит к этому вопросу. Серьезно, серьезные проекты занимают очень много времени, от полугода и больше. Научные труды в течение нескольких часов оценивала экспертная комиссия. В ее составе руководители структурных подразделений «Газпромнефть» Муравленко. Эксперты подвергали доклады участников конференции тщательному анализу как с практической, так и с научной точки зрения. Исследовательские работы оценивали по нескольким критериям. Новизна тема, содержательность, экономические эффекты и внедрение в производство. У каждого молодого специалиста есть свой потенциал. Наша задача его раскрыть. Есть раскрытые такие ребята, которые неплохо сейчас дают тему. Есть те, которым надо просто дорабатывать. Сказать о том, что что-то он не смог сделать, это не его вина. Это, наверное, больше вина куратора, который с ним работал. По итогам слушаний на итоговое пленарное заседание пятой научно-практической конференции из 56 заявленных прошли только 22 работы. Их авторы еще раз выступят перед экспертной комиссией, уже во главе с генеральным директором предприятия 22 марта. Тогда же будут определены и объявлены имена победителей. Развитие научно-технического потенциала в «Газпромнефть» Муравленко уделяют большое внимание. Перспективные идеи поддерживаются руководством и внедряются в работу. Научные труды молодых нефтяников позволяют повысить эффективность предприятия. Светлана Грачева, Андрей Нагибин, для радиокомпании Муравленко ТВ. Работники жилищно-коммунальной отрасли отметили свой профессиональный праздник для арктического региона. Этот день праздничной датой стал сравнительно недавно. Впервые о нем широко заговорили в 2012 году. И тогда же в округе прошел первый форум работников системы жизнеобеспечения. На нем был отмечен труд специалистов жилищно-коммунальной отрасли. В том числе работников акционерного общества «Ямалкоммунэнерго». В нынешнем году к наградам в округе представлены 360 работников корпорации. Церемония награждения состоялась в Муравленковском филиале компании. Свыше 20 человек были отмечены почетными грамотами и благодарностями исполнительного директора «Ямалкоммунэнерго» Максима Пономарева. Сегодня в филиале трудятся свыше 500 специалистов. 100 человек имеют высшее образование. 50% сотрудников предприятия имеют образование, соответствующее профилю. Средний возраст работников составляет чуть больше 40 лет. Коллектив предприятия трудится с огромной отдачей, чтобы жители города чувствовали себя в своих квартирах комфортно и уютно. «Я вот на предприятии работаю уже порядка 10 лет. Начинал еще водителем. Постепенно переходил в слесаря, в мастера. В данный момент работаю начальником участка и руководством предприятия, Муравленки коммунальных систем и в данный момент «Ямалкоммунэнерго» пащает наши действия, никогда о нас не забывает. Поэтому мы очень благодарны и руководству, и людям, которые ценят нашу работу». До выборов Молодежного совета Муравленка остаются считанные дни. Кандидаты на включение в его состав активно готовятся к решающему для них событию. Напомню, выборы в Молодежный совет состоятся 22 марта. Голосование пройдет на трех избирательных участках – в здании первой школы, в многопрофильном лицее и в колледже. С программой четырех претендентов на лидерство в предвыборной гонке познакомилась Наталья Челария. Учащемуся четвертой школы Владимиру Соколову совсем недавно исполнилось 14 лет. Несмотря на юный возраст, у парня четкая жизненная позиция. Главная цель, которую ставит перед собой юноша в случае победы на предстоящих выборах – разнообразить досуг молодежи нашего города. Другой кандидат Джавид Зейналов работает в многопрофильном колледже инженером-электроником. Он готов защищать интересы студенческой молодежи. Выпускникам учебных заведений сегодня нелегко найти престижную высокооплачиваемую работу. И эту проблему Джавид хотел бы решить в первую очередь. Еще один немаловажный аспект, на который следует обратить внимание – проблема наркомании. Они не знают, с чем сравнивать. Они увидели только, что наркотики – это хорошо для них показалось. И все. Они увидели, что есть интересные работы, от которых ты получаешь максимум удовольствия и при этом тебе еще оплачивают за это. Я думаю, это больше мотивация, чем вот так вот слоняться по городу, употреблять всякие ненужные препараты. Коллега Джавида Зейналова, Владимир Бахтеев, считает, что к решению любой проблемы нужно подходить серьезно и обдуманно. А для того, чтобы ставить перед собой определенные задачи и разрабатывать проекты, необходимо сначала изучить ситуацию изнутри. По словам Владимира, очень важно развивать в современных молодых людях активную гражданскую позицию. Чего не хватает молодежи? Чтобы у них с раннего возраста уже формировались привычки. Вот именно в этом возрасте это происходит. И поэтому как раз нужно подталкивать именно к каким-то различным мероприятиям, конкурсам и так далее. Анна Решетняк занимается спортом 9 лет. За это время она добилась значительных результатов. Пропаганда здорового образа жизни и развития спортивной индустрии в нашем городе – основные цели, которые ставит перед собой девушка как кандидат на включение в состав молодежного совета. Развивать как-то спорт в нашем городе, приобщать молодежь к спорту, подростков, школьников. Потому что сейчас у нас время такое, что большую часть времени они проводят за компьютерами. Тем же самым портят себе здоровье. Осанку, зрение, да? И как-то больше привлекать к спорту. Современная молодежь – наше будущее. В состав молодежного совета войдут лишь 15 человек. Сделать свой выбор молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет смогут 22 марта. Наталья Челария, Андрей Нагибинтель, радиокомпания «Муравленко ТВ». В рамках Всероссийского года культуры и 30-летия города с 21 по 29 марта в «Муравленко» пройдет неделя детской книги, музыки и театра. Традиционно она проходит под названием «Добрых муз. Волшебный мир». Программа тематической недели обещает быть разнообразной, интересной и насыщенной. У юных горожан появится возможность посетить книжные выставки, театральные премьеры и музыкальные встречи. В школах и библиотеках Дома культуры Украины, а также в детской школе искусств пройдут спектакли, концерты, конкурсы и различные викторины. Впервые в нашем городе в рамках недели детской книги, музыки и театра проводится виртуальная викторина к юбилею Александра Сергеевича Пушкина. В ней могут принять участие все горожане. Информацию и вопросы этой викторины можно увидеть на городском сайте Централизованной библиотечной системы. Также приглашаем всех принять участие в конкурсе электронных презентаций, который тоже стартует в рамках недели детской книги, музыки и театра. Это все новости на сегодня. Информационные выпуски по-прежнему доступны на официальном сайте города муравленко.ком. А я на этом благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Далее прогноз погоды. Не переключайтесь. Керама открывает сезон ремонта. С 15 марта по 15 апреля скидки от 20% на лучшие предложения. Например, унитаз компакт всего за 3650 рублей. Подробности у продавцов-консультантов.